Законопроект о повышении цен с нового 2017 года уже прошел первое чтение в Госдуме. Согласно этому документу, акцизы на сигареты поднимутся на 10%. Это своего рода борьба с табакокурением, объясняют российские чиновники. Причем одна из самых эффективных мер. Не только табак, но и алкогольная продукция. Это все заложено в концепции снижения алкоголизации и табакокурения. То есть оно придумано не сегодня. Акцизы повышаются планомерно уже несколько лет. И сложившаяся экономическая ситуация, кризис, она как бы здесь имеет второстепенное значение. Тем не менее, за счет повышения акцизов на табак, алкоголь и бензин планируют увеличить российский бюджет на 430 миллиардов рублей. В следующем году только за счет роста акцизов цена одной пачки, возможно, вырастет на 6-7 рублей. Цены на алкоголь, они здесь варьируются в зависимости от вида товара. Например, на пиво и вина это у нас порядка 1 рубля. А ставки акциза на водку это порядка 20 рублей. Что касается цены на бензин, то здесь мы можем сказать, что ставки акцизов, они предлагаются сохранить на уровне текущего года. Тем временем бензин стабильно растет в цене. Только за 8 месяцев этого года розничная цена на топливо выросла на полпроцента. Помимо повышения роста цен на акцизы, изменения грядут и в сфере ЖКХ. Так, Роспотребнадзор предлагает снизить минимальную температуру горячей воды в домах россиян сразу на 10 градусов, до 50 по Цельсию. Это позволит уменьшить тарифы на горячее водоснабжение. Однако такое понижение может быть и чревато последствиями, ведь 60 градусов на выходе – цифра не просто взятая из воздуха. Данные параметры температуры горячей воды предназначены для предупреждения, скажем так, загрязнения и контаминации горячей воды легионной лапинемофилы. Это микроорганизм, который представляет угрозу заболевания людей пониманиями. Заражение можно будет избежать только если обеспечить хорошую очистку воды, а для этого нужен повышенный контроль со стороны государства. Что же касается сокращения дефицита бюджета и пополнения казны в 2017 и последующих годах, они обернутся лишними расходами для рядового потребителя, вновь ощутимо ударив по карманам россиян. Дарья Белоусова, Жаргал Цериндашиев, Новости дня.